всем привет у нас очередной заказ это вот такой у нас машина контактной сварки это универсальная машина так как она снимается со станины и можно этой сварочным аппаратом варить как ручными клещами с рук вот заказ у нас заказчик игорь и поедет этот аппарат у нас в пензенскую область ниже нижние ломовский район всего верхний ломов вот аппарат у нас с вылетом клещей 650 миллиметров для производства вентиляционных систем и дымоходов с высотой нижнего электрода 50 миллиметров маленький для того чтобы можно было надеть какую-то деталь и обварить вот аппарат у нас мощностью 4200 ампер вот 5 вольт на заднем шильдике там написано не обращать внимание там старый шильдик я его еще не перепечатал не переделал поэтому там старые показания три с половиной тысяч ампер вот так что это я их печатал пока еще не измерил точные показания аппарата вот пока мне не было клещей токовых которые измеряют большие большой ток вот поэтому не обращать на него внимание на этот шильдик сзади вот так что у нас по весу вес аппарата около 20 килограмм со станины с педали он где-то около 30 будет уже так естественно у нас педалью для удобства работы да вот нажимаем и клещи сжимаются смыкаются и происходит сварка до сжимая педаль до пола вот слышно там работает микрик нажимаем и происходит сварочный процесс в аппарате встроен контроллер контроллер позволяет выставлять время и мощность время нас в миллисекундах и мощность в процентах выставляется от 20 до 100 процентов и время миллисекундах это от 20 миллисекунд и до двух секунд вот то есть периодах выставляется один период это 20 миллисекунд вот включим все проверим покажу как работает с этой стороны у нас показания температуры трансформатора и контроллера два показания также высвечиваются еще показания это вольтаж на него не обращать внимание это вольтаж блока питания который питает наши кулеры и вот сам блок сам термометр электронный на передней панели также расположена кнопка включения автоматического режима и ручного и также нейтральное положение не будет работать ничего вот вруч в автоматическом режиме работает это по заданным параметрам контроллер вот по выставленным параметрам в ручном режиме контроллер не работает и работает на полную мощность все 4200 ампер шпарит вот и сколько нажмете на кнопку на педали до столько и будет происходить сварка то есть 2 3 4 5 6 секунд сколько вам нужно столько и держите ну для того чтобы проварить какие-то толстые металлы вот либо разогреть какую-то деталь до красна так вентиляционные отверстия также они обдувают у нас сам кабель на вылетах также обдувают немного электроды нижний верхний вот по бокам и спереди стукла полагается вентиляционные отверстия аппарат оснащен нас защита от перегрева вот защита перегрева установлен как на трансформаторе так и на контроллере поэтому следите за показаниями чтобы не превышала 70 градусов как только 7 градусов превысит он сразу отключится вот и отключится контроллера вы не сможете варить но кулеры так и будут продолжать остужать его вот градус на 15 остынет он опять включится так в принципе все до кулеры также охлаждение у нас на задней на задней панели у нас расположены кулеры два кулера для охлаждения это у нас разъем педаль вот он вытаскивается разъемчик можно подключать выносную кнопку без этой педаль без станины например тоже комплекте она есть подключение нас 220 вольт желательно подключать с заземлением так как аппарат заземлен корпус вот поэтому пользусь заземляющим контактами и тумблер включения сети так в принципе все так по поводу станины на станина у нас поставляется для транспортировки лучше всего для лучшей транспортировки до для уменьшения габаритов снимают эти полозе они на винтах вот потом при получении можно их будет винтами прикрутить и пользоваться вот также у нас есть в комплекте шурупы и дюбеля для крепления к полу то есть сейчас установлена здесь винтовые опоры регулируемые ну вот по уровню можно отрегулировать если вдруг у вас пол неровный до любом случае это играет сзади у нас откатные от опоры для того чтобы можно было взять и куда-то его откатить вот за вылет взяли откатили куда-то там в цеху себе вот регулируется по уровню если не понравится таким образом можно будет закрепить намертво к полу к бетонному либо к деревянному в комплекте и шурупы и анкера все в комплекте есть так по поводу педаль я сказал да нажимаете сжимаются клещи дожимаете вот слышно щелчок происходит дожимаете до конца и происходит сварочный процесс вот по выставленным параметрам ждать не обязательно до высчитывать какое-то время посмотрели попробовали как приваривается определенные металл толщины да и на этих параметрах стали так и работаете вот то есть заданное время он отрабатывает нажали за данное время отработала сама отключился вот то есть все это удобно по заданным параметрам работать тяга у нас регулируемая вот здесь нас есть компенсационная пружина при нажатии она сдавливается вот разбирать я не буду также на и поставляться будет таком состоянии вот между витками 1 миллиметр примерно вот так же у нас здесь регулируется педаль по высоте и по толщине сваримой деталей вот можно будет регулировать это уже на месте посмотрите как лучше вам какой металл будете варить так и отрегулируйте вот есть ничего сложного нету так мы сейчас мы включим и проверим так сверху у нас имеется рукоятка для сварки с рук до с пружиной и под большой палец у нас кнопочка вот в принципе все сейчас мы его включим и проверим как он работает постоянно штатив камеру так что у нас входит в комплект сразу скажу это у нас кнопочка такая вот выносная со шнуром 2 метра многие просят в комплект вот приходится всем решил делать поставлять комплект чтобы была в кнопочка бывает кому-то нужна для работы с рук до вот снимаются станины и может быть где-то что-то в неудобном месте где-то приваривать вот пальцем нажимать неудобно на корпусе да вот такой выносную кнопочку кто-то может быть нажимать либо сам ногой вот кнопка педаль можно так сказать для удобства кому-то пригодится мод положим комплекте так еще один это в комплекте у нас идет коробка с автоматами вот такая вот и вешать ее на стену в своем цеху где будет стоять вас аппарат вот подключаете есть и 20 вольт заземляющий контакту тоже комплекте лежит вот так что пользуетесь заземляющим контактным тоже очки защитного тискар так защищать защищать для зачистки электродов наждачная шкурка вот сложно в 2 вдвойне вот подкладывать под электроды зажимать электрода и выдергиваете она зачищается очень быстро так в комплекте вот анкера шурупами для закрепления к полу станины визиточка наша небольшой сладкий сюрприз будете когда распаковывать для собирать аппарат будьте поле пробовать так и вот такой материал я буду на нем пробовать варить это нержавейка привозил как-то заказчика оставил я на них тоже пробую это нержавейка 0 5 и 1 миллиметр вот это вот один миллиметр потолще на это вот потолще даже по звуку понятно да это тоненькая жестянка 0 5 и миллиметр так ну все сейчас поставлен штатив и включим будем пробовать да еще забыл предупредить по поводу подключения подключать обязательно не менее 6 квадратов провод к аппарату так как у него потребление 65 ампер вот это это 15 киловатт я в квартире подключаю пробовать на два с половиной квадрата до провод но лучше на 6 на 6 квадратов не меньше потому что долго работать на двух половиной провода греться будут вот и во вторых они как бы пропускная способность не такая как у 6 квадратов да то есть мощности просто будет не хватать сами понимаете да бывают такие случаи когда удлинитель подключаешь тонкий длинный да и аппарат сварочный мир не тянет не работает думаете что такое почему так оказывается все это бывает из-за удлинителя из-за очень низкого сечения повода вот так же подключать его правильно фаза 0 и заземление да в розетке тоже здесь у меня указано или это фаза n это 0 и так лучше и подключать в розетке тоже написать фломастером до маркером тоже где l где n лучше всего так подключать потому что линия разъединяется а нейтраль она идет напрямую трансформатор поэтому лучше подключать правильно вот по поводу провода я сказал 6 квадратов не меньше подводить x от счетчика к своему аппарату где бы стоять сварочный аппарат вот в принципе все так сейчас включим и проверим так включаем аппарат на задней панели тумблер включаем заработал кулер кулера за работа для охлаждения включился у нас контроллер вот такие показания лампочки моргают температуру показывает 31 градус 30 градусов 31 вот это в помещении частного сжарка лето вот 11 8 это не обращать внимание это показывает вольтаж блока питания вот китайцы так сделали зачем-то непонятно вот так регулировка как у нас проходит эту нас мощность регулируется от 20 процентов до и до 99 и регулировка времени от одного периода до 1 9 периодов так 50 периодов это одна секунда вот это одна секунда 25 период в полсекунды вот 25 период в полсекунды таким вот образом считать ну один период это 20 миллисекунд вот и все там сложного в принципе ничего нет запомните разберетесь так сейчас мы тогда его поставлю штатив камеру и будем варить так мощность наверное оставлю так время убавлю на периодов не знаю 15 что ли поставлю давайте попробуем перед 15 периодов вот это меньше полсекунды так берем нас 505 миллиметров две жестянки нержавейки будем пробовать варить выставляем сразу автоматический режим на контроллер нас 15 периодов меньше полсекунды и 99 процентов мощность так ставим наш нержавейшие заготовки да и прижимаем педаль нажимаем прижимаются заготовки вот и нажимаем педаль происходит сладко все то есть проработала буквально заданное время даже наверное можно под убавить так как прожгло отверстие можно видеть да вот видно что прожгло отверстие даже вот в точке прожгло отверстие нужно наверное еще под убавлять сейчас мы его на скрут будем ломать он не отломится только из огнем весь металл я его буду на скрут так вот так наверное убавим еще поставим давайте на 10 периодов попробуем на 10 периодов еще так ставим наши заготовки зажимаем педалью все прошла сварочная . можно наверное даже будет еще под убавить вот время а может быть даже мощность так как здесь видно тоже у нас дырочку тоже прожгло вот видим да так даже сейчас мы и у нас круто я будем сейчас сломать только так можно ее сломать давайте попробуем мощность под убавим то есть не мощности до мощность процентах убавим давайте убавим на 80 процентов попробуем что будет потому что на 100 процентов прожигает так сейчас пробуем еще раз все . прошла видно что мощность убавилась вот сейчас у нас видно что сварочная . уже без отверстия вот все нормально то есть нужно будет в любом случае играться и выставлять видим то что она не отрывается только если ломая долго долго ломая и она отрывает в этом месте у дыру делает вместе с мясом отрывается в любом случае она приваривает очень хорошо так сейчас мы возьмем один плюс один миллиметр так попробуем на тех же параметрах что для 05 до 80 процентов мощность и 10 периодов попробуем приварить один миллиметр так здесь желательно чтобы металл сприкасался друг другом не было и каких-то изгибов до переломов чтобы металл друг другом прикасался ровно плашме чтобы была нормальная сварочная . чтоб ток прошел в сварной сварочной точки так нажимаем вот видим то что сварочная . прошла для этого металлу же только не хватает нужно немного под прибавить вот я его ломаю но тем не менее он не отламывается на скрут мы его можем сломать но вот таким образом вот я его только сейчас сломал приварился дан дан кусочек с мясом даже оторвалось кусочек мяса остался даже не мясо так говорится так попробуем сейчас моего мощность под прибавить 90 процентов поставить 90 сделаем вот 10 детьми периодов оставим так же скорее всего нужно будет и играться и смотреть по по приварке здесь я на край поставил сам не увидел снизу сам краешек приварился у металла так не лучше так не приваривать так как расплавленная ванна металла выливается за край вот и как бы нежелательно так но приваривается в любом случае он отлично вот но играть играться только играться с мощностью и временем и узнавать на любой толщине металла какой лучше приваривается вот я его оторвал да с дырой дыру оторвал даже ломал вот приваривается прямо вообще отлично запас мощности прямо дуровой мы можем видеть настоит здесь у нас мощность 90 процентов да и 50 10 периодов всего лишь это два раза меньше чем пол секунды вот то есть пол секунды это 25 процентов 25 периодов а здесь 10 периодов то есть мощность просто капитальная здесь до запас мощности давайте еще раз приварим поближе поставим штатив с камерой приварим еще раз нержавейка один миллиметр плюс один миллиметр очки не забил не забывать конечно одевать ну искры летят до металлах расплавляет видим то что небольшой кратер есть это нужно играться по мощности потому что 90 процентов я поставил эта мощность большая и он расплавляет металл слишком много и выплескивает металл отсюда вот поэтому мощность можно еще убавить такие вот дела отрываться на не оторвешь вот такие вот у нас точки вот опять же она оторвала с дырой так давайте еще попробуем поставим наверное 85 периодов попробуем до воли 85 мощность процентов давайте еще разочек сделаем точечку да ну здесь вот уже . вышла без кратера можно видеть кратера нету и держится уже хорошо достаточно плотненько все ломать я ее не сломаю только если нас крут только они сломала прижатие было не плотно и можно видеть здесь плотно не прижалась и привар произошел не в том месте где были электроды стояли у нас и привар произошел рядом вот электроды разогрели у нас вот в этом месте а схватилась вот в этом тому что здесь было место более плотное в этом месте поэтому приварилась таким образом и по этой деталь тоже видно вот . было вот в этом месте вот в этом месте . разогрев было а схватился вот в этом месте потому что . при сжатии металл к металлу было в этом месте но в любом случае такой маленькой точечкой и держал очень хорошо вот в любом случае но нужно иметь ввиду то что прижатие металла к металлу нужно чтобы было плотное чтобы было привар именно очень плотный хороший металл к металлу вот чтобы не было никаких изгибов вот если будет какой-то изгиб металл к металлу не не признется в этом месте в месте точки сварки вот это нужно иметь ввиду то что хороший сварки не будет в этом месте но есть металл толстый миллиметровый поэтому он уже весь металл гнутый я на нем уже много раз пробовал сваривать и он весь уже деформировался и выпармите мой проблематично это не 0 5 вот поэтому нужно иметь ввиду но приваривает очень очень хорошо и запас мощности не очень приличный у этой сварочного аппарата вот так все моего проверили по мощности очень замечательно все работает то есть запас мощности приличный даже можно будет выставлять если какие-то еще толстый металла еще толще то и время можно будет преувеличить до до полсекунды там я не знаю чуть больше до до секунды вот и мощность здесь уже можно будет либо убавить прибавить то есть запас мощностью приличный до перегрева вы проработаете на металле до одного миллиметра очень долго да поэтому и был выбран такой мощности аппарат по нагреву мы видим сейчас у нас на один градус прибавилась температура но это не критично вот сколько я точек сделал в принципе ничего не нагрелась вот даже медные электроды пока еще я делаю друг другу рукой то есть все нормально естественно если будете работать дольше то все это дело перегревается медные электроды тоже перегреваются вот этот кабель идет который коллектором тоже перегревается имейте ввиду то что температура может быть тоже очень большой как и электродов дайте время тоже остывать вот темперам термометре тоже обращайте внимание если поднимается температура ну хотя к 50 там к 60 ну давайте да тоже отдохнуть режим работы от данного аппарата это 10 минут в него входит 7 минут отдых и 3 минут работы все минут отдых 3 минут работы вот если у вас металл тонкий там 05 грубо говоря да будете варить то можно 5 на 5 5 минут работ 5 минут отдых 5 минут работ 5 минут удах то есть поработали поработали до 5 минут пока что-то там подготовить другие металлы до другие заготовки для работы аппарат отдыхает вот таком режиме аппарат работает долго вот и главное не перегревать защита стоит как на контроллере так и на трансформаторе на первичной обмотке вот и датчики тепла выведены тоже вот термометра на первичную обмотку он это сама 3 который в лак и в лаке ее нужно будет беречь и на семистор который на контроллере тоже датчик стоит да надо на семистор я установил силовой который управляет вот именно контроллером установил радиатор дополнительно алюминиевый термопасту и на него направлен отдельный свой а кулер то есть он расположен в этом месте вот и он охлаждает дополнительный радиатор так что него дополнительное охлаждение есть помимо тех двух основных кулеров так ну в принципе все рассказал моего аппарат проверили сейчас моего как говорится заказчик сказал что и за ним заедут заберут так как знакомый его ездит из нашего города в пензенскую область на работу и он его передаст так все принципе мы проверили выключаем будем упаковать так ну вот и все что я хотел рассказать об этом аппарате аппарат мощный 4000 ампер делаем также на 2800 ампер чуть чуть мощнее менее менее мощные до аппараты вот но этого запас мощности просто приличный мне самому такие аппараты очень нравится да вот просто приятно на нем работать с педалью руки свободные подошел работал поработал до аппарат пока отдыхает что-то другое по делам то есть очень удобно регулировка удобная вот разборный полностью да то есть для того чтобы его куда-то там транспортировать снимается сами клещи разбирается станина от полозьев педаль поднимается кверху тяга снимается то есть очень все компактно есть такие аппараты которые если нужно куда-то отправить далеко я могу сделать этот аппарат чтобы умещался вот в саму станину при транспортировке вставлялся да и он тогда занимает то есть объем вот именно этой станины вся вся эта конструкция полозе снимаются рядом при все связывается вот и транспортировку уже занимать намного меньше места и цена выйдет уже транспортировку чуть-чуть меньше нежели вот таком таким габаритом вести его транспортировать вот кому понравилось ставьте лайк кому мне понравился данный аппарат ставим дизлайк без проблем оставляйте какие-то комментарии да вот пишите что вы бы добавили сюда что вы бы например сделали по-другому вот что вам не нравится в этом аппарате можете писать прям без проблем отвечаю всем вот ну естественно кто будет писать какие-то не цензуру все это дело я удаляю вот также делаем мы аппараты на заказ это выжигатели переходите наш наш профиль до посмотрите что мы делаем подписаны наш канал на youtube и там же есть нос и обзоры на выжигатели на различные дымонагнетатели для дымогенераторов для холодного горячего общения димана дымогенераторы для холодного как горячего общения делаем на заказ вот так что можете перейти посмотреть вот что мы делаем дополнительно может кому-то это понравится закажут телефон для заказов я прикрыть также здесь видео внизу будет вот и все наши ссылочки будут внизу в описании под видео также подписан наш групп вконтакте вот основная по инструменту да также я публикую видео по как сделать что-то своими руками да то есть все это видео тоже будет выкладываться на нашем канале на ютюбе и в группе вконтакте в основной вот в принципе все подписывайтесь также у нас есть дзен канал youtube канал дополнительно резервный если вдруг youtube заблокирует будем выкладывать дополнительно резервные видео и туда на разе наши резервные каналы вот есть нас вконтакте одноклассниках и в телеграме как обычно у всех да тоже сделали подписывайтесь на все наши соцсети вот всем будем рады все всем пока до новых встреч